здарова дамы и господа ушла эпоха перископа но у twitter есть еще козыри в рукаве про это сегодня поговорим и немного поностальгируем вы подписывайтесь чтобы ничего никогда не пропускать итак в 2014 году компания twitter приобрела перископ за 120 миллионов долларов уже в 2015 году полноценно запустила его для всех и буквально через каких-то 4 месяца было уже 10 миллионов зарегистрированных пользователей и более чем 350 тысяч часов просмотра каждый день сервисе можно было зарегистрироваться через twitter и он был не хило так с ним интегрирован прямой эфир мог сразу показываться у вас в ленте в ленте твиттера и ваши подписчики видели это все и сразу приходили к вам на стрим возможно что-то упускаю но вы же можете меня дополнить в комментариях это не телек это youtube помните об этом помню когда я первый раз запустил перископ я был очень приятно удивлен это будущее подумали а как же круто все было реализовано и раньше было вроде поменьше вкладок но сейчас их 5 1 с телеком отображает стримы тех на кого подписаны активные и которые они не удалили потому что по умолчанию если я не ошибаюсь перископе остаются доступными для просмотра все стримы а дальше у нас лента предлагаемых стримов потом просто самая кайфовая вещь это карта земли тут видите активные и не удаленные стримы людей со всего мира если вы запускали стриме делали отметку чтобы включить gps то вы тоже отображались на этой карте и для безопасности вроде как перископ не показывал ваше местоположение слишком точно вы просто поймите как круто это все реализовано например вы хотите пообщаться с людьми из сша новой зеландии австралии просто выбираете на карте нужное место нужный город и залетаете на стрим или например хотите увидеть людей своего города никаких проблем находите ваш уже город и смотрите я уверен что эту функцию кто-то достырит в будущем возможно места возможно фейсбук посмотрим в свое время я с помощью этой функции познакомился со множеством людей и узнал море инфы про страны которые меня интересуют даже прокачал свой английский таким образом потом у нас есть вкладка колокольчик тут видно тех кто подписался на вас и дальше вкладка где показывают набирающая популярность профиля и перископы тех на кого подписаны в твиттере понятно что есть еще и шикарный поиск и великолепная красная кнопка выйти в эфир ну и ваш профиль где вы можете все настроить также как и в инсте тут можно смотреть на кого подписан человек и таким образом находить знакомых через знакомых 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 и других интересных людей со временем перископе появился донат и даже возможность стриме через оба с или с помощью другой проги с компа казалось бы живи да радуйся но как-то но не выстрелило да и инстаграм наш прекрасный внедрил у себя функцию прямых эфиров и про перископ все забыли но вот лично мое мнение что именно перископ дал тренд на прямые эфиры с телефона сейчас до сих пор есть youtube канал рэп перископ где выкладывают прямые эфиры разных рэперов только уже из инсты и до сих пор есть паблики дно перископа где показывают разные угарные скрины перископ дал революцию именно благодаря популярности этого прекрасного приложения пошел в массы стриминг люди начали стриме как они идут по улице как они едут в машине и скоро даже в калькуляторе наверно будет возможность стримить потом через некоторое время в перископе появилась возможность подключать несколько людей на прямой эфир но довольно необычным методом подключенных людей не включается вебка они могут только говорить это уже немного смахивает на нынешний clubhouse не правда ли еще со временем мы только лишь для ios перископе внедрили функцию аудио стримов но как вы понимаете новые фишки не помогли потому что эпоха перископа уходит в закат они закрывают приложение 31 марта 2021 года с этого времени люди смогут проводить прямые эфиры через twitter live и это есть обещанный козырь в рукаве потому что twitter приобрел приложение склад для демонстрации экрана в прямом эфире так что будет что-то интересное возможно наконец-то стриминга захватом экрана телефона кто-то довнедрит в массы я знаю что такие приложения есть но они но не столь еще популярны эти люди с видера вообще уникальны они постоянно покупают крутые стартапы качают их вводит на рынок нереально крутые вещи но потом не хватает умений удержать их на плаву их гасят конкуренты и они закрывают свои приложения кто не знал то приложение вайн twitter купил еще в двенадцатом году но как вы понимаете она тоже закрыта а чем по большому счету нынешний тик ток отличается от вайна я так сходу и не скажу но если вы знаете то напишите напишите свое мнение про перископ подписывайтесь на меня если вы еще не подписаны я всегда вам тут рад